Константин Муравьёв. Дальняя застава. Глава 1. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Академия магии. Сейчас. Степан. Степан. Слышу я знакомый, звонкий, детский и самое главное радостный голос. Меня дедушка с вами отпустил. Представляешь, я с вами поеду, буду как вы. Оборачиваюсь. Ну, кто бы сомневался. Нетрудно и догадаться, кого я увидел позади себя. Девочка-то на всю Академию магии одна единственная. На меня несется счастливая Дея. Моя названная младшая сестренка. Я с вами на практику поеду, подбежав ко мне, еще раз довольна и радостно сообщает мне девочка, смотря на меня своими огромными глазами. Ну вот спрашивается и где разум у этого старика, а еще умудренный годами и опытом маг. Так сразу и сказал бы, что его достала эта неугомонная, и он хотя бы на месяц будет рад, даже счастлив избавиться от нее, спихнув заботу о девочке на меня, ее так называемого братца. Посетовал я, с негодованием вспомнив момент своего знакомства со старым магом и его внучкой. Ведь как раз примерно в том районе, куда мы и должны были направиться, на них и напали разбойники, когда я встретил старого мага и его внучку. И спас их. Хотя я, если честно, его очень даже понимал. Сам иногда стреляюсь от этого чертенка в юбке, а что уж говорить о Кассисе. Так что я и сам как мог старался спихнуть с себя эту ответственность. Но, видимо, недостаточно усердно. Или, что более верно, кто-то был гораздо более убедителен. Ведь буквально только вчера у меня состоялся серьезный разговор со стариком магом на эту тему, когда я всеми силами, правдами и неправдами пытался уговорить его оставить девочку в городе и попробовать найти ей занятие здесь, в академии. По избежание, так сказать. И он вроде даже согласился. Но у меня есть подозрение, что я забыл учесть такой важный и серьезный аргумент, как кто-то, стоящий сейчас передо мной. И этот кто-то, с прелестными и очень симпатичными голубими глазками, умильным личиком и непомерным влиянием на своего деда, смог без особых проблем уломать этого порой, ну очень упертого старика, на совершенно иной вариант. И я даже полагаю, что дед сам, как только понял, что без нас все внимание его обожаемой, но временами очень несносной внучки, опять переключиться исключительно на него, побежал к ректору выбивать разрешение на эту авантюру. Ну что ж, этого уже не изменишь, смирившись с неизбежным, подумал я. Хорошо, хоть страдать придется не только мне, но и всем остальным. Уж я об этом позабочусь, а то воспитатель из меня еще тот. Лучше всего с Деей, как это ни поразительно, ладила Рения, моя знакомая, ну, или в последнее время даже гораздо больше, чем просто знакомая. Я в этом еще и сам не разобрался, но, в общем, очень привлекательная вампирша. И как так получилось, что они сошлись, я даже представить себе не мог. Прирожденный убийца со стали в сердце и воздушная, легкая и какая-то наивная девочка с простым и детским взглядом на жизнь. Хотя, если говорить по правде, то проблем с общением у Деи не было никогда. Она была всеобщей любимицей за свой веселый и легкий нрав, отзывчивость и какую-то детскую наивность. И в то же время не по годам разумным и эрудированным ребенком, особенно если это касалось магии. Но тут сказывалось воспитание ее деда. И как все это сочеталось в одном человеке, вернее полуэльфе, я не понимал. Но это так и было. И вот сейчас этот изумительный кто-то довольно показывал мне свое подписанное в администрации Академии направление на практику. Проходить же Дея эту самую практику должна была в том же самом месте, что и я. А также и остальные новички и некоторые другие студенты второго и третьего курсов, которых по распределению направили одной достаточно большой группой на север империи. Ну а если говорить конкретно о нас, случайно так произошло или нет, мне это неизвестно. Но есть у меня подозрение, что это не так, то так получилось, что наш дружный отряд, то есть я, девочки, гром, а теперь еще и Дея, полным составом оказался в этой большой группе молодых магов, направляющихся на самую глухую, безлюдную окраину империи Ларгот, на ее самую дальнюю северную границу, где мы должны были проходить нашу первую выездную практику. Как я понял из объяснений тролля, это была такая же, в общем, лишь частично освоенная местными жителями территория Крайнего Севера империи, и все это из-за тяжелейших условий жизни, вернее даже выживания там. Это как раз таки и была родина троллей, орков, гоблинов и, естественно, северян, очень неприхотливых и суровых буту и обращений людей. То есть, получается, это и была моя предполагаемая родина, ту, которую я ни разу в жизни не видел, и ту, с которой имел все шансы в ближайшее время познакомиться. Ну а дальше этого сурового края располагались только безлюдные и смертельно опасные ледяные пустоши, с бродящими по ним магическими тварями. Примерно там же проходила и самая северная оконечность Великого Леса, куда даже рейнджеры эльфов старались не забредать. Именно там, по легенде, и происходили наиболее сильные и грандиозные магические битвы древних магов с их неизвестным врагом. А ледяные пустоши и Великий Лес, вместе с тварями и зверями там обитавшими, артефакты, которые там собирают искатели, множественные порталы и другие магические аномалии, это и есть прямое наследие тех битв и тех времен. На севере было огромное множество неисследованных развалин древних. Там их было даже больше, чем на территории Великого Леса. О сокровищах тех краев чуть ли не складывали легенды, но реально особо похвастаться своими подвигами могли очень немногие. Слишком мало выживших возвращалось оттуда, чтобы рассказать об этом. Ну и как следствие, только самые отчаянные и безбашенные авантюристы, искатели, поисковики, маги и рейнджеры оседали в тех краях, куда мы и должны были направиться. И вот в одном из таких форпостов, компании столь интересных и удивительных личностей, нам и предстояло провести весь следующий месяц, сдерживая напор иногда старающихся прорваться на территорию империи монстров, из того ледяного ада, граница которого как раз там и начиналась. К тому же, как мне рассказали девочки, особенно расстаралась Дея. Район ледяных пустошей и севера Великого Леса был некой аномальной зоной, где наблюдалось наиболее частое открытие естественных порталов. И, как следствие, там нередки были как прорывы инферно, так и другие подобные чудеса. Зачастую все демоны и другие мифические существа, а также волшебные и не очень предметы, например, мое вооружение и кольчуга, появлялись в нашем мире именно оттуда. В общем, чувствую, будет у нас там не слишком скучно, скорее даже весело. Кстати, владение рода Лерейских как раз и примыкало к тому району, контроль над которым и придется держать нашей группе магов. Это выяснилось буквально сегодня, когда я смог найти карту, пусть и не очень точную, тех областей империи. А вообще мы в имении Лейлы побывали через обещанные два месяца, и в нашу следующую поездку туда не смогли узнать его. Так сильно преобразился замок и прилегающий к нему городок. За месяц до поездки в имение Лейлы. К поездке я лично начал готовиться заранее. Нужно было определиться с объемами того, что я приобрету там, к тому же зачем мне ехать туда порожняком, если на границе очень большой спрос на определенный вид товаров. Да и девочек я решил собрать, подготовить и экипировать более основательно, чем в прошлый раз. В империи стало неспокойно, об этом говорили уже в открытую. Хотя слухи ходили совершенно различные. От вполне понятных, хотя и не слишком приятных, где говорилось о подготовке к войне, до совершенно невероятных и нереальных, о появлении старого врага, которого когда-то смогли разбить древние маги. Но чего я не мог отрицать, так это того, что в империю стали съезжаться различные посольства. Было даже несколько прибывших с островных государств и соседнего континента. Об этом поведали Селея и Рения, чьи родственники вращались в тех высокопоставленных кругах и представляли интересы их народов. Поэтому я и не хотел все пускать на самотек. Тем более в последнее время появилась информация, что наша практика будет проходить не в городе, под защитой его стен, а где-то далеко за его пределами. Правда, точного места еще известно не было, но почему-то все однозначно сходились во мнении, что это будет граница с Ирийским царством. А коль все об этом так точно знали, то я предполагал обратное. Слишком явная это была информация, чтобы ей быть правдой. Особенно в плане того, что я заметил постоянную слежку, которую вели за селей как Нея и другие дроу, так и появившиеся на территории Академии люди в неприметной одежде. Как я и предположил, это была тайная стража, и среди них было очень много вампиров. Теперь я хотя бы знал, в качестве кого они служат империи. Так что и получалось. В идеале никто не должен знать заранее, где нас нужно будет искать. Я бы вообще отменил всю эту практику, по крайней мере для селей, но местные почему-то этого не сделали. Этому было лишь одно объяснение, и оно мне очень не нравилось. Политика. К тому же у меня создавалось такое впечатление, что наши доблестные имперцы и их союзники своего неизвестного противника ловили на живца, и этим маленьким червячком, которого бросили на заклание, была моя эльфийка, за что я был готов растерзать любого. Мое не отдам. Поэтому я и решил капитально к этой практике подготовиться, и получше экипировать своих, они уже даже не возражали, когда я, иногда забывшись, называл их так девочек. К тому же необходимо было подобрать тренировочное снаряжение для серка в его школу, да и с моей сестренкой Деей нужно было что-то решать. Хоть Рения и принялась за ее боевое воспитание и обучение, однако момент, когда это можно было начать делать без особого ущерба для психики и здоровья девочки, особенно если преподавать ей основы боя именно... Особенно если преподавать ей основы именно боя на выживание, а не турнирного фехтования и прочего, оказался упущен. И поэтому мы с вампиршей и Ней прекрасно понимали, что хорошего бойца из Деи не получится. Но, по крайней мере, постоять за себя хотя бы несколько первых мгновений во время боя или даже короткого столкновения до тех пор, пока кто-то придет ей на помощь, она должна была уметь. И поэтому стоило подобрать вооружение, подходящее и ей. Субтитры создавал DimaTorzok